Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, сегодня мы посмотрим на батл паст 3 сезона Black Ops и Warzone. Вы поддержите видосик лайком, усаживайтесь поудобнее и поехали. Этот сезон почему-то приурочен к какому-то зимнему событию, хотя казалось бы зима уже прошла, но тем не менее давайте смотреть, что входит в этот батл паст. Итак, мы начинаем с первого оперативника, зовут ее Помеха Облик Тень. Вот так вот он выглядит, ну в принципе довольно неплохой скинчик, сзади висит как мы видим противогаз. В этом сезоне довольно много оперативников будет связано именно с какими-то масками, противогазами. Следующий оперативник, и его зовут Жала, это Облик Вудса. Пепел Веллингтон, новые часы, вот такие вот замерзшие. Ну и пошли ребята, первый уровень это наклейка, дальше у нас идет визитка, опыт и брелочек. Так, брелочек вот с такой вот баллистической ракетой. Пятый уровень, и вот такой вот у нас АУК. Выглядит на мой взгляд весьма неплохо, мне нравится сочетание такого темно-красного с черным. Шестой уровень, монетки, опыт. На восьмом уровне у нас скины для транспорта. Дерби-гонщик, окраска для транспорта, а также ребята, окраска для джипа, который видимо можно будет использовать непосредственно в варзоне. Эмблема, десятый уровень, и это еще один облик на оперативник. Он чем-то похож на облик из одного из прошлых батл пассов, там разве что на каске не было очков. Еще его две расцветки, вот такая вот кричневатая с камуфляжем и зеленоватая с камуфляжем. Собственно, у двух первых оперативников тоже есть дополнительные скины. Вот так вот они выглядят. Здесь, в принципе, только цвет меняется. Это у нас получается оперативник тень. Ну а вот уже дополнительные скины на оперативника Вутса. Тоже только цветовое различие. Идем дальше. Одиннадцатый уровень, это у нас наклейка, снова монеты, опыт и сетка прицела. Вот так вот она выглядит, называется линкор. Пятнадцатый уровень, и первое бесплатное оружие этого батл пасса, это ППШ-41. Щелчок пальцами, вот такой вот жест. Монетки, восемнадцатый уровень, и это, ребята, еще один чертеж, передовой отряд. Девятнадцатый уровень, это у нас добивающий удар. Двадцатый уровень, и оперативник, а точнее его облик, проверка боя. Ну и он тоже у нас идет в двух расцветках. Двадцать первый уровень, легендарный чертеж штурмовой винтовки. Называется он Повелитель Мух. Идем дальше. Опыт, монетки, двадцать четвертый уровень, и снова бесплатное оружие, элитный Дамаск. Двадцать пятый уровень, опыт. Двадцать шестой, это снова скины на транспорт, на мотоцикл, а также на квадроцикл. Двадцать седьмой уровень, легендарный чертеж на дробовик Альфа, позолоченная роза. Двадцать восьмой уровень, это бесплатный... Бесплатная сетка прицела. Дальше у нас опыт. Тридцатый уровень, это снова оперативник. Вот такой вот, довольно стандартный, это скин на Симса, а также у него есть, как я понимаю, две вариации раскраски. Тридцать первый уровень, и снова бесплатное оружие, это новая снайперская винтовка. Монеты, визитка, новые часики, которые, кстати говоря, тоже бесплатные. Тридцать пятый уровень, редкий чертеж на пистолете Альфа, это крысиный хвост. По-моему, уже, кстати, в каком-то из батл пассов вот такое что-то с крысой было. Напишите в комментариях, если помните. Опыт, снова жест, погнали, он у нас бесплатный. Тридцать восьмой уровень, и снова чертеж на оружие. Довольно много оружия, жестов, это промышленная сталь. Тактическая винтовка Дельта. Тридцать девятый уровень, и снова скины на транспорт. Это у нас джип для Блэк-Опса, а также баги для Варзон. Сорковой уровень, и очередной облик. Облик на сон, и здесь у нас тоже будет несколько расцветок. Едем дальше. Монетки боевого пропуска, сорок второй уровень, и это ручной пулемет. Легендарная. Нарушенный договор. На мой взгляд, выглядит очень круто. Черепа, такие потертости, мне этот скин нравится. Едем дальше. Сорок третий уровень, у нас дополнительный опыт. На сорок четвертом, бесплатная музыка. И на сорок пятом, у нас очередной чертеж на оружие, целеустремленность. Сорок шестой уровень, снова опыт. Сетка прицела. На сервис она выглядит вот так. Так, монетки, визитка. И на пятидесятом уровне у нас еще один оперативник. Это оперативник Варгас. Ну и он тоже имеет два вида расцветки. Пятидесятый уровень, тактическая винтовка, гремучник. Вот так вот она выглядит. Едем дальше. Пятидесят второй уровень, это эмблема, опыт. Еще один амулетик, вот такой вот хрустальный череп. И пятьдесят пятый уровень, это ручной пулемет. Медленная смерть, еще один бесплатный чертеж. Монеты, опыт, наклейка. Пятьдесят девятый уровень и еще один чертеж. Это элегантный сплав. Дробовик, браво. Шестидесятый уровень, исполнитель. Название этого скина называется Чистый лист. Ну и он тоже имеет две дополнительные расцветки. Бесплатная сетка прицела, новые часы, опыт, бесплатная визитка и очередной легендарный чертеж. Но на мой взгляд он выглядит как-то довольно простенько. Шестидесят шестой уровень, это монетки. На шестьдесят седьмом у нас вот такая вот эмблемка. Бесплатная. Дальше идет опыт. Амулетик в виде летающей тарелки. И смотрите, у него сделано как будто он ни на чем не висит. Это тоже прикольно. Дальше у нас семидесятый уровень и еще один облик на исполнителя. Следопыт. Облик Хантер. Ну и по стариночке его две еще дополнительные расцветки. Семидесят первый уровень, штурмовая винтовка, космический зонд. Здесь прикольно. Мне нравятся вот эти вот инопланетяне. Как-то они в этом батл пассе стали больше охватывать именно тему НЛО. Семидесят второй уровень. Бесплатная попса 80-х часть 2. Дальше опыт, монеты, наклейка и у нас еще один чертеж. Это чертеж ультра. А это значит, что у него есть какая-то особенность. Ну и особенность у него действительно есть. Это его внешний вид выглядит, на мой взгляд, довольно круто. Семидесят восьмой уровень. Это у нас очередной опыт. Дальше идет эмблема и снова оперативник. Довольно много в этом батл пассе и оперативников, и оружия, и довольно много бесплатных вещей. Это скин на Зейну, боевой клич. Ну и ее две цветовые вариации. И снова, друзья, бесплатная пушка, а точнее ее чертеж, крупная дичь. Вот так вот выглядит эта снайперская винтовка Чарль. Монеты, опыт, бесплатный брелочек, мегатонная бомба. 85-й уровень и это быстрая утечка. Еще один легендарный чертеж. Наклейка, опыт, сетка для прицеливания. И легендарный чертеж на пистолет Чарли, помощник шерифа. 90-й уровень, жестокая натура, эпический облик на Гарсию. Монеты, визитка, еще одни часики. Выглядит довольно прикольно. Третья часть Папсы 80-х. 95-й уровень и еще один ультра-чертеж. Это, ребята, пистолет-пулемет. Ну а точнее, если говорить, то это ППШ, который имеет несколько вариаций расцветки при количестве убийств. Опыт, еще один брелочек, шлем завоевателя. Вот так вот он у нас выглядит. Монетки, еще одна эмблема. И сотый уровень, ребята. Это скин на тень. Белая королева. Ну и у нее также есть несколько цветовых вариаций. Ну а также, друзья, на сотом уровне нас ждет еще вот такой вот римский стандарт. Это снайперская винтовка. Сделана она в похожем стиле, как и МП-5. Мы с вами, по-моему, видели, да? Это вроде бы была она. Такой бело-фиолетовой расцветки с какими-то львами, украшениями. Ну а также на сотом левеле нас ждет еще вот такой вот скинчик на грузовичок. И грузовичок для Варзоны. Ну и, конечно же, эмблема сотого уровня. Также, ребята, нас ждет в этом сезоне изменение Верданска. Вчера его взорвали. Ждем, что будет сегодня. Пишите свое мнение по поводу этого батл пасса. Я, конечно, честно ждал чуть более крутых скинов для оперативников в этом сезоне. Оружие какое-то плюс-минус интересное было. Но не скажу, что его тоже было много. Но посмотрим, посмотрим. Мне порадовало то, что вроде как чуть больше добавили бесплатных предметов для тех, кто не хочет покупать батл пасс. Плюс, на мой взгляд, было чуть больше оружия и оперативников. Хотя, может быть, это только со стороны так кажется. А на самом деле все как обычно. В общем, будем смотреть, будем играть, ребята. Жду я оперативника в противогазе, похожего на метро эксодус. Но, скорее всего, он в этом сезоне будет платный, а не включенный в батл пасс. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok